В этом цикле роликов я рассказываю о мировоззрении, которое лягло в основу моего научно-фантастического романа «Тёмное пламя» о ноосферном мировоззрении. Вот как выглядит обложка романа. Ссылка, по которой электронную версию романа можно будет приобрести, будет под роликом. Итак, думаю, нам пора приступить к разговору о том, что с позиции ноосферного мировоззрения смерть, наша с вами физическая смерть, это далеко ещё не конец всего. Точнее, это не конец нашей личности. С позиции ноосферного мировоззрения наше «Я» сохраняется после физической смерти. И думаю, нам здесь нужно поговорить об этом подробно. Полагаю, я не уложусь в один ролик. Начнём этот разговор. У Роберта Бартения не было философских работ, только работы по физике, по теоретической физике. Но после его смерти был обнаружен его киносценарий «Цель», в котором он подробно рассказал о реинкарнации. Достаточно чётко между строк то, что наша жизнь построена на реинкарнации, читается и у писателей, членов тайного общества «Ниск» в их книгах. Думаю, позже мы поговорим об этом подробнее. Кстати, Олесь Бирник в романе «Звёздный корсар» написал об этом, о том, что жизнь строится на реинкарнации, открытым текстом. Написал он это ещё в Советском Союзе. И написал он об этом в данном романе довольно подробно. И очень многие считают, что именно за это, а не за работу в Херстенской группе, ему пришлось заплатить год обительной. Так называемая советская власть ревностно стояла на защите материалистической доктрины и не останавливалась здесь ни перед чем. Но факты, как известно, вещь упрямая. И сегодня в распоряжении человечества уже очень много фактов, пусть и косвенных фактов, но зато вполне научных и научных, свидетельствующих о том, что смерть – это не конец всего, а жизнь в нашем мироздании строится на реинкарнации. Собственно, в науке этот процесс пошёл в 70-х годах XX века, после выхода книги американского врача-реаниматора и психолога Реймонда Молли. Книги «Жизнь после жизни». Вот одна из заблужек этой книги. И неудивительно, что первым на основе науки усомнился в том, что смерть – это конец всего именно врач и аниматор. Клиническая смерть, пусть с того, как врачи научились оживлять людей после неё, принесла сразу много и очень много сюрпризов. И более чем впечатляющих сюрпризов. И эти сюрпризы, понятно, не были секретом для специалистов. Реймонд Молли просто первый, кто решился всё это открыто опубликовать. Самое убедительное здесь, поддающееся объективной проверке к тому же – это так называемый опыт вне тела. Именно он больше всего в своё время и шокировал врачей. Но табу было наложено. И было оно наложено не только в СССР. Введение больных, прошедших клиническую смерть, практически сразу, сходу, были объявлены галлюцинациями. И любой врач, который официально посмел бы в этом усомниться, вполне мог заплатить бы за это своей карьерой. Но однажды один врач такой нашёлся. Как я сказал, этот самый Реймонд Молли. И он посмел нарушить это, неофициально это было. Он просто проанализировал рассказы людей, прошедших клиническую смерть. И сделал очевидные, напрашивающиеся сами собой выводы. Имеются в виду выводы на основе того, что люди видели после смерти на том свете. На том свете без кавычек. Выводы же здесь таковы. Независимо от своих представлений от смерти, неважно каких материалистических, различных, религиозных, по ту сторону смерти, люди видят совершенно одинаковые картины. Значение также имеет то, сознание человек в момент клинической смерти или нет. Если он без сознания, то он, понятно, ничего не видит. По этой причине данные видения бывают только у 20% людей, прошедших клиническую смерть. И в своё время это, кстати, считалось очень веским аргументом против. Что раз не все видят, значит это галлюцинация. Третьим фактом стало то, что все люди, прошедшие через посмертный опыт, кстати, это официальный термин, безоговорочно перестают верить в смерть. А не раз и навсегда начинают верить в то, что смерть – это не конец всего, а напротив. Начало чего-то нового. Впрочем, здесь, наверное, и правильнее будет сказать, не начинают верить, а начинают знать. Но и понятен вопрос, что же люди именно видят после смерти, каковы они, эти указанные видения. Но об этом мы, с вашего позволения, поговорим в следующем ролике. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечной заставке. Субтитры сделал DimaTorzok